Для всей семьи. И не только обед, завтрак, ужин, борщ. А ты знаешь, что идеально готовить борщ именно в нержавеющей стали? Нет, вообще ты не знала, не знала таких нюансов. Я тебе сейчас все расскажу. А почему? Во-первых, это специальное предложение дня. Ага, так, подождите, спецпредложение дня. Мы добрались к нему. Внимание всем! Каждый день телеканал Шопеншоу выбирает один товар. Сегодня это набор посуды Велберг удачный. Удачный. И дарит на него супер удачную цену. Самую маленькую этот день. Один раз в году этот день. Сегодня 4199 рублей стоит целый набор на всю семью, где можно приготовить. Олег нам покажет. Все, начнем с борща. Ты сказал, большой диаметр. Совершенно верно. Приготовить борщ, и при этом, Надя, обрати внимание, он не потерял цвет. Очень красиво. Итак, 5,8 литра, 3,4 литра, 2,5 литра, 1,9 литра, ковш 1,9 литра. И, Надя, подожди, мы за это должны остановить и обрати внимание. Это настоящая сковорода сотейник с настоящим природным материалом. Мраморная крошка. Диаметр 24 сантиметра. И опять же, рифленая поверхность диаметр 24 сантиметра. Высокие борта и есть крышка. Во-первых, еще раз, сковорода сотейник с мраморной крошки. Именно ковш вы получаете 1,9 литра, кастрюля 1,9 литра, кастрюля 2,5 литра, 3,4 литра, 5-слойное капсельное дно. И сначала показываем, как мы приготовили большое количество еды. Да, вроде бы маленькая сковородка, но что-то тут, по-моему, на себя и на гостей наготовил. Слушай, а у тебя почему-то цвет ручки другой золотистый. У нас два цвета на выбор. Наши телезрители могут выбрать либо золотые ручки на выбор, либо серебряные. Но мне подсказывает продюсер, что золотых есть. Золотых очень мало, поэтому вам стоит поторопиться, если вам понравился дизайн. Именно золото. Вам нужно звонить сейчас. Вот показывает вам оператор. Вот они, наши золотые ручки. Есть золотые, есть серебряные. Поэтому срочно не ждите, пожалуйста. Звоните сию секунду днем, точнее утром. Так, ну а мы продолжаем. Олег, это что, ребрышки? Это ребра мы потомили, но сначала их нужно пожарить, Надя. Я сейчас тебе расскажу, как... Ты обжарил? Обжарил, потом добавляешь овощной бульон и чуть-чуть потомил. Так, хорошо, отлично. Но это есть такая сковородка хорошая есть, то это возможно. Моя сковородка с низкими бортами. Я не могу там потомить. Так, слушай, я так представляю, то есть ты сначала обжарила, потом сотейник. Потом перекладываю, пачкаю еще одну посуду, потом мою и сковородку, и сотейник. Вот так. Слушайте, сколько работы. Я предлагаю прямо в этой сковородке, потому что высота, глубина, вернее, нашей сковороды сотейника, внимание, 7 сантиметров, а значит, легко помещается большой... 6,5, ну давайте посмотрим, вот она, смотрите, насколько это удобная модель. Я как хозяйка, Олег, с тобой полностью согласна. Если вы сначала жарите в сковородке, потом перекладываете в сотейнике и тушите там, дотушиваете, вот, зачем это нужно. Вот Олег сейчас покажет, сколько вещей заменяет одна... Слушай, Надя, Надя, да, правильно, она сейчас будет вспоминать свою посуду. Надя, извини, пожалуйста, это же глаз народа. Давай посмотрим. Если вы выбирали в магазине, вот давай поговорим сначала, если выбирали в магазине, давай посмотрим, что наши телезрители выбирают в магазине, отдельно. Ну, давай по отдельности кастрюлю, 1499, вроде недорого, да? Да, 1200. Подождите, еще 1200 вынь да положь это сковородка. Так. 1000 рублей, маленькая кастрюлька для каши и прочего. Так. Так, сотейничек маленький тоже нужен, еще 1200. Еще 1200, так. 8 предметов, 6597 рублей. Ну, и как ты смотришь? Ну, это очень много, я считаю, даже 6 предметов, 5 предметов за такую цену. Вау. 4199 рублей. Давайте посмотрим, как выглядит старая посуда. Давай, я сравнение. Смотрите, друзья мои, сейчас буду показывать. Казалось бы, хорошая кастрюля, все думают. Но здесь очень тонкие были ручки. При поднятии тяжелого веса они просто отваливаются. Это ваша старая посуда. Вот она. Подняли. Не годится. Смотри, как предлагают псевдо-нержавеющая сталь. Она со временем ржавеет. А у нас качественная нержавеющая сталь. Подожди. То есть она нержавеющая, но она проржевела. Проржевела. Это некачественно. Дальше. Неклепанные ручки. Вот посмотри, я сейчас держу за одну ручку, а здесь другой ручки нет. Отвалилась. Отвалилась. Ну и, конечно же, внимание, друзья мои, сковорода-сотейник. Вы представляете, который алюминий истерлся, антипригар. Да, это, между прочим, опасно для жизни в такой сковороде вообще готовить, потому что попадают все эти металлы в пищу. Да? Такую сковородку, над ней нужно дрожать, ее нельзя трогать железными вилками и прочее. Попадает в пищу абсолютно. Тем более она сделана из алюминия. Которую даже ты можешь погнуть, я вижу. Да, ну а наш набор, давайте посмотрим внимательно, это элитный набор. Здесь шесть предметов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, плюс двенадцать крышек. Итого двенадцать. Два варианта. С золотистыми крышками или с серебряными крышками. Какой выберете вы, если золотистый, звоните уже сейчас. Я выбираю серебристый однозначно. Ну, ты мужчина, я золотистый. Итак, внимание, двенадцать предметов, клепанные ручки, нержавеющая сталь. Разбираемся. Надя, наша посуда имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно, толщина которого, внимание на экран, практически целый сантиметр. Слушай, а зачем нам это надо? Ну, я в сковородке понимаю, а здесь что, вот холодец готовит. Раз, вот ты сама ответил нам, холодец. Ты знаешь что, холодец лучше всего готовить эффектом томления. Ты вскипятил и убавляешь, и они томятся. То есть должно быть не высокая температура, острая, а такая вот постепенное, да, постепенное томление. Отлично, для холодца. Тебе будет интересно, наверное, как оно устроено. Вот смотри, у меня вот такой вот диск присутствует, металл. То есть здесь пять слоев именно такого металла. Первый идет нержавей, потом идет прослойка алюминий. Понятно. Опять нержавейка, прослойка алюминий. То есть металл сочетается, плюс воздушная прослойка. Это эффектомление, плюс экономит энергию, если у тебя электрическая плита. Точно, экономит энергию. Если у вас электрическая плита, то все, что, как, все тепло, которое дает плита, оно распределяется по кастрюле, да, и уходит именно в продукты, а не куда-то. Не обогревает вашу кухню просто так. Надя, очень важный момент. Помнишь, я вначале показывал нашего презентации, что ручки отвалятся у других с кастрюлей? Ну вот давай теперь посмотрим здесь. Смотри, наша же посуда полностью клепанной, ручки со всех сторон. А значит, тяжелый вес, заготовки, банки, сижаться никогда не отвалятся. Слушай, хорошо, на ручки я смотрю, я вижу, что здесь нет покрытия, которое, вы знаете, пластмассовое, которое не нагревается. Это что получается, ручки будут горячими? Нет, она... Так, пойдемте к плите. Правильно задала вопрос. Это глаз народа. Ой, мамочки, он сейчас заставит меня голыми. Нет, смотри, зачем я тебя буду доставать? Смотрите, я показываю сейчас. Ну я вижу, что вы не трогаешь. Кипит, просто приподнимаю. Доказываю. Покажите, что руками... Да, Олег не йог. На самом деле, просто я догадалась. Здесь у нас полные руки, да, то есть мы полные ручки. Они пустотелые, да. Пустотелые, да. Смотрите, я тоже могу поднять. Вам не нужны прихваты. Так, отлично. Надь, я хочу вернуться сейчас вот к этим крышкам. Они особые. Давай нашим покажем телезрителям. Во-первых, взглянем, что можно приготовить. Можно приготовить борщ, мясо томленое, курочку, буженину можно приготовить. Давай-ка покажем следующее. Это очень важно. Смотрите, я снимаю крышку обыкновенную и ставлю на столешницу. Смотрите, она фиксируется, да, правильно? Да. Как происходит с обычной. Когда мы берем крышку, к примеру. Она начинает кататься. Да, она начинает, более того, она кататься, и она может упасть. И вот это стекло, оно может просто разбиться вот так.